Девушка самоопределилась В 27 лет я самоопределился как предприниматель То есть мне было не важно, что делать Абсолютно Мне важно было, ну то есть по содержанию Мне важно было что-то предпринимать То есть я продавал грибы Ну это не моя, конечно, фотография вот справа Но по сути я один из создателей продажи грибы на трассе То есть в то время, в 90-х годах Село загибалось Там у них не было Ну там все производства по обработке дерева были закрыты И массово люди валили из села в город Для того, чтобы, ну, заработать каких-то денег Вот, а когда я пришел И, ну, это случайно получилось Мы переходили через трассу, устали Подъехала машина, спросила, где найти грибов А мы знали, что они вот прямо здесь Но им сказали, что их тут нет Их можно купить у нас И у нас их купили, мы купили шоколадок Были очень рады, это было 7 лет Значит, на следующий год мы приехали с огромными планами Что сейчас заработаем много денег, купим себе велики Но, блин, вся деревня была в грибах Вся трасса Мы поняли, что это не наш путь Начали продавать рыбу Вымеливали ее на всякое там молоко В общем, у рыбных катеров На великах привозили Так вот ведро с водой раз Так подняли Машина останавливается, покупает Классно На следующий год приезжаем Все в рыбе, в грибах, в ягодах, в картошке Мы поняли, село развили Идем дальше Значит, следующим моим бизнес, так скажем Проектом предпринимательским Это была продажа арбузов на Хиллокском рынке У нас там на Сибирске есть такое Потом я делал гитары, выращивал свиней, курей Чего я только не делал, вот ей-богу Красил решетки даже То есть это одна из первых моих официальных работ Я пошел 14 лет красить решетки Делать железные двери Значит, потом Я понял, что мне нравятся компьютеры То есть у моих друзей у всех уже на то время были Но я к себе, к сожалению, позволить не мог И вот этими своими бизнес-предприятиями Я заработал себе денег на первый компьютер Это позволило мне начать вникать И я понял действительно удовольствие от этой сферы Этой сферой я занимаюсь уже 20 лет Значит, это дало мне возможность Заниматься общественной деятельностью То есть если у меня бы не было какого-то финансового бэкграунда Который приносил бы мне какой-то стабильный доход Общественная деятельность Была бы невозможна В 2006 году я начал заниматься паркуром Вот слева это я прыгаю там По стенам бегаю Я до сих пор и занимаюсь Уже 12 лет В 2008 году мы начали строить вот такие суперплощадки Ну она здесь, конечно, на картинке не очень выглядит Но она стоит до сих пор И ей пользуются люди И на ней выросло очень много паркуристов Кстати, в Томске парк, знаете, да? Это мы его делали в 2011 году И в этом году еще отремонтировали его у вас Вот Вот это справа, это я чиню технику Это защита от глаз инновационная Ну, чтобы не попало ничего в глаза Мы, значит, чинили технику Параллельно я создавал эту федерацию экстремального спорта Вот на площади Ленина у нас такие плакатики были В которых кратко была рассказана история Каким образом я пришел к федерации к этой И так получилось, что у меня у одногруппницы был отец Вот этот мужчина справа Достоин, на самом деле, большого уважения Зовут его Владимир Елфимов Он глухо, слепо, немой Вот он сейчас на мониторе Брайля Пальцами видит все то, что происходит на экране То есть это у него приобретенная инвалидность И он в течение своей жизни Вот таким образом стал ограничен физически Но это его никак не остановило Как я позже выяснил История в чем? Меня Света попросила Тут, говорит, у нас компьютер у отца сломался Презведи, помоги, почини Ну я, конечно, что, без проблем Прихожу такой И мне вот этот мужчина эсэмэской пишет Быстрее, чем я говорю сейчас Что нужно сделать с компьютером Я думаю, как так? Откуда ты знаешь? Ты же не видишь, не слышишь и не говоришь И действительно он был прав Там надо было видеокарту починить чуть-чуть И все заработало И это навело меня на мысль о том, что есть люди Которые либо инвалидность эту приобрели Либо она у них уже была Но они любят эту технику Чинить Но существующая наша волшебная система С доступной средой не позволяет Там из своей пятиэтажки выбраться Да и какой-то работы доехать И всем, по сути, пофиг на них Их даже в городе не видать Поэтому я подумал А почему бы не создать для них Такие условия прямо на дому Чтобы они могли заниматься своим любимым делом А я бы им просто заказы привозил То есть для меня это удаленный инженер А для них это просто как бы хобби Проснулся уже на работе С работы ушел Сразу можно заснуть Вот Одни из наших инженеров В 2011 году Нас поддержал этот проект Фонд Наше Будущее Мы обучили там Достаточно много людей С ограничениями по здоровью Оборудовали им рабочие места И они с удовольствием до сих пор занимаются То есть у нас не была самой целью Их трудоустроить Чтобы там им зарплату какую-то платить Мы просто им подкидывали заказы И делали так, чтобы они развились До индивидуальных предпринимателей И занимались своим делом самостоятельно Значит, через какое-то время Наш проект стал расти дальше В этом году я столкнулся с проблемой Ну, то есть я осознал, что Вот мы много электроники починили А еще больше не починили И эту электронику мы просто Ну, как бы выбрасываем То есть вот у нас Каждый из вас представьте Да, вот вы батарейки выбрасываете Бывшие сотовые телефоны Компьютеры, вот эти старые коробки Они же просто выбрасываются на помойку С помойки они идут потом на На большую помойку А на большой помойке, когда место заканчивается Что начинается? Бомжи вот те самые, которые не хотят работать Ее поджигают потихоньку Это все горит Мы это все с вами дышим Ни одного перерабатывающего завода В нашей стране нет И как бы эта проблема Ну, глобальная достаточно И никто про нее ничего не говорит А на самом деле Вот В этих компьютерах Очень много, по сути Вещей, которые легко можно переработать Там всякие винтики Болтики Железки Алюминий Есть материалы, которые, конечно, сложно переработать И в этом смысле Вот этот проект по утилизации Для меня является вызовом Что Ну, просто разобрал И что-то продал Это легко Что-то отремонтировал Потому что За время обучения То есть Порядка девяти лет Мы уже обучаем этих людей С инвалидностью Все из них умеют разбирать Эти компьютеры Вообще за раз Но, соответственно Обеспечить работой всех их Я не могу По ремонту именно А здесь получается Если бы все организации Грубо говоря Осознали бы эту проблему И начали бы эти компьютеры сдавать Ну, и технику Там, принтеры, периферию То Получается Они бы обеспечили Этих инвалидов бы Работой Потому что Они бы ее Сортировали Металл бы пошел на металл Алюминий на цвет металл Из вот таких вот Всяких разных плат Можно придумать Какие-то ходы Чтобы не просто выбрасывать И не просто переплавлять Чтобы это в атмосферу Все уходило А просто Для дальнейшего использовать Что-то в ремонт Что-то Вот, как говорится В переработку И Нельзя вот открыть в интернете Да И сказать Вот куда деть Вот, например Оставшиеся вот От флешки Вот эти платы Да никто не знает Все их просто выбрасывают Где-то там За бугром Грубо говоря Есть вот Из процессоров Золото выпают Ну там завод большой У нас такого нет И не знаю Когда появится Поэтому Я вот думаю Там из жестких дисков Доставать блины Из них делать ножки Для стола Ну как из вариантов Получается вроде Цельная ножка Для мебели Но меньше Выбрасывается Ну как бы Отходов На помойку Так Ну здесь Такой слайд Как бы Странный Потому что По сути Нужна голова Для У каждого С точки зрения территории Вот Большинство людей Считает Своей территорией Это квартира Вот внутри квартиры Он Убирает Чистит Значит Не плюет Там нигде Не гадит В лифт приходит Фу блин Да Бумажку мимо мусорки На То есть Для него территория Кончается ровно На его квартире Это к вопросу Почему люди Переезжают в другую страну Они думают Вот здесь срач Никому здесь ничего не надо Я вот поеду Там Не знаю В Нью-Йорк И там будет все супер Блин Все начинается с нас И Как бы Не место красит человека А человек место Поэтому Надо включать голову Для того Чтобы Наша территория Менялась И Понимаете То есть Если мы будем вкладывать Свою энергию В свою территорию И Планируем на ней оставаться То Все остальные люди Которые Свалили тогда Да Они будут думать О на самом деле Там-то было неплохо Я тоже был В многих местах За границей Поверьте У нас лучше намного То есть там Ну спорить не буду Но как бы Я с точки зрения Эмигранта Побывал В некоторых местах И В нашей стране Очень вкусная еда Очень хорошая культура И Много очень хороших вещей Не хватает только вот Голов У людей Поэтому Имейте голову И старайтесь Для своей территории Делать Максимум возможно Спасибо Аплодисменты